В Новой Каледонии расследуют обстоятельства погромов на заморской территории, стоивших жизни девяти человек, включая двух полицейских. Один из обвиняемых, глава организации протестов Кристиан Тейн, отправлен во Францию. Париж крайне обеспокоен ситуацией в Новой Каледонии, и президент Эммануэль Макрон, похоже, возьмётся за восстановление порядка, показывая небывалую жёсткость. «Отстаивание признания прав народа не означает вмешательство в его дела. Мы все должны признать необходимость разрешения конфликта. Нужно восстанавливать диалог, а не прибегать к насилию. Меня беспокоит текущая ситуация в Новой Каледонии, где некоторым пациентам трудно оказывать медицинскую помощь из-за отключения электроэнергии. Я призываю французское правительство более ответственно относиться к благополучию жителей Новой Каледонии». По последним данным, вместе с Тейном во Францию отправлено ещё шесть активистов. Им могут грозить обвинения в организации вооружённого ограбления и покушения на убийство. Тот факт, что лидер движения за независимость Новой Каледонии был арестован и доставлен в Париж, показывает, что сущность правления Парижа не меняется на протяжении веков. «С одной стороны, Макрон попытался снизить накал протестов, убрав главный раздражающий фактор в лице закона, который даёт возможность не канакам, а пришлым людям, которых прислали французские власти в Новой Каледонию, определять судьбу Новой Каледонии. А с другой стороны, происходит попытка обезглавить движение канаков и самых ярких лидеров подвергнуть политическим репрессиям». Тем временем многие политики во Франции не считают Макрона достаточно жёстким лидером и обвиняют в том, что он не смог сохранить влияние Франции в Африке. В этом контексте Макрон получил шанс продемонстрировать свой жёсткий диктаторский нрав. В то же время Евросоюз, США и международные правозащитные организации, которые часто привлекают внимание к нарушениям прав человека в других странах, тщательно наблюдая за ними, сейчас молчат о происходящем. «Вместо того, чтобы вступить в диалог с населением, с теми, кто протестует, любая власть, любой власти, её качество определяется возможностью введения диалога. Он начинает действовать методами подавления, запугивания и сам заявляет, что он там наведёт жёсткой рукой порядок. Я думаю, что в конце концов, я верю, что Новая Калейдония рано или поздно из состава Франции выйдет. Ему ещё придётся ущерб выплачивать». Беспорядки во французском административно-территориальном образовании «Новая Калейдония» начались 13 мая на фоне протестов сторонников независимости островной территории, которая выступает против конституционной реформы, согласно которой политическими правами наделяются лица, проживающие на заморской территории более 10 лет. Противники реформы считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей Канаков и тем самым усилит влияние Парижа. Бриллиант Исламова, CBC.